Десятки тысяч протестующих прошли маршем по центральным улицам в Тель-Авиве. Причиной волнений послужила отставка начальника городской полиции. Он заявил, что вынужден покинуть свой пост из-за конфликта с министром национальной безопасности, который требовал применить к протестующим против судебной реформы жесткую силу. Иронично, что именно так попытались решить проблему и сейчас. Для подавления протестов были задействованы дополнительные отряды полиции. Жесткие задержания и спецсредства против безоружных стали обыденностью и для одной из основательниц Евросоюза – Франции. Причем местное правительство этого не скрывает. Министр МВД Франции прямо заявлял о дополнительных силах в виде 45 тысяч спецназовцев и бронетехники для подавления протестов. И пообещал серьезный ответ правительства. Этот ответ увидел весь мир – дубинки, водометы и постоянные задержания. Причем даже несовершеннолетних. Была ли после этого хоть какая-то реакция со стороны Запада – вопрос виторический. На протесты сейчас выходят не только французы, недовольные действиями своего правительства и в Испании. Тысячи фермеров вышли на улицы Мадрида, требуя государственной помощи и финансовой поддержки хозяйств в преодолении последствий аномальной засухи. По мнению демонстрантов, власти бездействуют и никак не реагируют на просьбы о помощи. Хотя у самих фермеров осталось не так много времени. Если в ближайшее время они не получат компенсацию за многократно возросшие за засухи производственные затраты, то большинство будут просто разорены. Везде урожай такой же плохой, как и у нас. И когда возникают подобные проблемы, ответы нужно давать сразу, а не в следующем году. Мы видим, как наши политики много говорят, но мало делают для нашей защиты. Достучаться до властей попытались и в Великобритании. Тысячи учителей вышли на марш протеста в Лондоне, чтобы потребовать повышения заработной платы. В правительстве такой инициативы не оценили, взялась на то, что за последние два года ее и так увеличили на 5%. Но почему-то забыли упомянуть о том, что номинальный прирост съела высокая по историческим меркам инфляция. И единственное, что остается людям, искать дополнительные заработки или вовсе уходить в другие сферы. Попытки хоть как-то свести концы с концами. Из-за низких зарплат многие учителя с большим опытом вынуждены увольняться. Качество образования ухудшилось. Все это сказывается на учениках. Еще один результат недальновидной политики европейских властей – увеличение преступности. Из-за инфляции во многих странах Евросоюза участились магазинные кражи. Например, в Германии потери, понесенные торговыми сетями из-за таких преступлений, в прошлом году составили астрономическую сумму – 4 миллиарда евро. Это на 15% больше, чем годом ранее. Торговцы опасаются, что в 2023-м при нынешнем росте цен ситуация ухудшится еще больше и ущерб многократно возрастет. Причем владельцы магазинов говорят, что столкнулись с новой проблемой. Если раньше крали только покупатели, то теперь этим стал промышлять и персонал. Выносят с работы не только продукты, но и электротовары, и косметику. Я боюсь, что мы начинаем видеть влияние инфляции на людей. Они не верят, что цены снизятся. Поэтому я не уверен, сможем ли преодолеть это. Вероятно, стоит ожидать стагнацию, которая может превратиться в рецессию. Так что же дальше ждет европейцев? Мнение большинства экспертов не обнадеживают. В Брюсселе его союзники так сильно зациклились на мнимых внешних угрозах, что забыли о нуждах собственных граждан. И протесты, которые сейчас происходят по всей Европе, прямое тому доказательство. Если в ближайшее время люди не почувствуют экономической стабильности и помощи от государства, то протесты продолжатся, а многие чиновники потеряют поддержку населения. А вместе с ней и свои посты.